Кто или что Матиас Хруст? Тот самый чесно, на котором был совершен полет в Москву. Мы сегодня продолжаем наш обзор по военно-историческому музею Бундесвера, который был, как я говорил, основан в 1957 году. Чиновником, немецким чиновником, но он располагался на другом месте и не могли потянуть финансовое обслуживание данного музея, поэтому музей был отдан Бундесверу. Сейчас мы направляемся в Ангар-3. Во времена Холодной войны границы между двумя полюсами проходили посередине Европы, и, соответственно, эти границы контролировались военно-воздушными силами. Пульт управления для контроля за воздушным пространством. Английский прибор. Таким образом англичане контролировали воздушное пространство в своем секторе Берлина. Многие советские самолеты после распада Советского Союза достались в Бундесверу. Все вывезти не удалось, и в Бундесверу досталась военная техника советской армии. Это МИК «Микоян». Представленный стенд рассказывает о том, как происходили воздушные побеги из ГДР в Западную Германию. Зафиксировано 25 случаев нелегальных воздушных перелетов. 48 человек таким образом из ГДР попали в Западную Германию. Большинство из них, конечно, использовали перелеты из Польши либо из Восточного Берлина. Своим местом назначения рассматривали аэропорт Темпельхофф, который находился в американской зоне влияния. Зелено выделена территория Восточной Германии. Из этих белых точек, красные точки, соответственно, были совершены воздушные побеги. Субтитры создавал DimaTorzok Данный самолет называется Fockei-Vulf 190AB. Он был распространен также, как и Messerschmitt 109-й во время Второй мировой войны. Имел популярность и очень часто использовался. Здесь представлены обломки Messerschmitt. К сожалению, неизвестна его судьба, что с ним случилось, но вот в данном музее Messerschmitt представлен в таком вот виде. Но один из полетов был в обратную сторону. Немецкий пилот смог пересечь железный занавес и достиг Красной площади в Москве. Неожиданность была для москвичей, которые гуляли по Красной площади в центре Москвы и вдруг увидели немецкоговорящего пилота. В 87-м году 19-летний немецкий пилот западной Германии Матиас Руст совершил перелет на учебном самолете Чесна 172П. Приземлился на Красной площади в Москве. Какую цель преследовал тем самым Матиас Руст, никто не может ответить. Очень крутая фотография. На Западе данный перелет был сразу подхвачен различными СМИ и это все было приподнесено победой над коммунизмом. Мы можем видеть Der Spiegel, Quick, Bild, Stern, все немецкие здания. Просто были в шоке от поступка данного человека. Кто же он, этот Матиас Руст? Загадка. За свое деяние Матиас Руст был наказан 432 днями заключения в московской тюрьме. 432. 432. Очень символично, да? Горбачев помиловал Матиаса Руста и тем самым Горбачев, политика Горбачева была названа как перестройка. Самое интересное, что его, конечно, ПВО заметили и ввели, но ему разрешили дальше лететь и никто его не сбивал. Тоже было очень интересно и такое ощущение, что никто его не перехватывал и ему дали долететь до Москвы, до Красной площади. Скорее всего, это был запланированный медийный перформанс, который показывал, что все ведет к падению железного занавеса. Этот случай, здесь так указано, что он усугубил опасения относительно атомной войны. Такой дружественный полет совершил Матиас сначала в сторону запада, из Гамбурга до реки Авика, потом в Хельсинки вторая посадка. И затем уже в Москве, 28 мая 1987 года, он пересек границу через Финский залив. Нереальный поступок, 1987 год, вот он этот человек, Матиас Руст. Это вот тот самый, честно, на котором был совершен полет в Москву. Наклеек с миролюбивой символикой я не вижу на этом самолете, возможно, все поотрывали. Возможно, это не оригинальный самолет, но вот на таком самолете был совершен перелет на Красную площадь. Были даже выпущены футболки с прикованом в Международный аэропорт Красная площадь, открытие 28 мая 1987 года. Сергей Соколов был одним из 41 маршалов Советского Союза и перелет Руста стоил ему место в Министерстве обороны. После этой акции Руста многие высшие чины в Министерстве обороны просто повылетали. Этот самолет мы уже видели, Canadian Air CL-13A или североамериканский F-16 Sabre, который использовался французскими войсками во время Холодной войны. Британский самолет с раскладывающимся крылом, двумя пропеллерами. И это у нас Фейри Генит. Он охватился за подводными лодками. Был разработан именно для этой цели. Сверху над Мигом это учебный самолет Королевских ВВС. Ну, как вы понимаете, Британия. Одни из первых вертолетов были уже задействованы во время Второй мировой войны и также во время Корейской войны. И вот один из таких представителей UH-1D. Фанавия-200 Торнадо. Совместная разработка Германии, Италии и Англии. Многофункциональный истребитель. Да, конечно, время здесь в этом музее просто пролетает неимоверно. Очень много всякой полезной и интересной информации. И все не ухватить, все не ухватить. Я вам показываю то, что можно. Уже сами выхватываете эти кадры. Что вам будет интересно, пишите в комментариях. Тогда я смогу приехать и рассказать вам более подробно. Четвертая глава посвящается противостоянию в воздушном пространстве. Многие пилоты с натовской стороны и с советской стороны часто из-за навигационных ошибок оказывались на чужой территории. И тем самым нарушали чужое воздушное пространство. И это все приводило к серьезным последствиям. Зачастую с каждой стороны это все воспринималось как провокацией. И натовские пилоты, безусловно, это в основном немцы, оказывались за решеткой с пожизненным сроком. И вот 22 октября 1959 года два истребителя Бундесвера, как указывается, из-за ошибки навигации, оказались на территории Чехословакии и потерпели крушение. Утром 4 июля 1989 года, когда советский МиГ-23 взлетел с территории Польши. И после старта в самолете обнаружилась поломка. Пилот катапультировался, Николай Скуриги. И самолет продолжил лететь дальше сам. Интересно, да? Вот, самолет продолжил свой маршрут. И вот он, получается, мы можем посмотреть по карте. Сразу после взлета пилот катапультировался. Это Польша, район, город Колберг. И самолет сам дальше летел автопилотом. Пролетев территорию ГДР, он залетел на территорию НАТО. Безусловно, он был замечен автопскими радарами. Его сопровождали долгое время. Видимо, поняли, в чем причина. И не стали его сбивать, потому что он мог рухнуть над жилыми кварталами. И самолет пролетел аж до Бельгии, почти до границы с Францией. И вот, когда у него закончилось топливо, он сам рухнул. Но все равно он рухнул в сельской местности и упал на сельский дом. Вот. Обломки этого самолета. В этом ангаре мы посмотрели исторические моменты, которые связаны с ГДР, с НАТОвским. Блоком. Ну и также различные попытки перелетов из Восточной Германии на запад. И также очень интересный и непонятный перелет Матиаса Русто с Гамбурга в Москву. Зачем он это сделал, до сих пор непонятно. До свидания. Аэропорт Угатово, надеюсь, вам понравилось. И ставьте лайки.